итак друзья у меня Redmi Note 8 Pro я его недавно купил и для чего я это сделал чтобы обновить его уже соответственно до MIUI 12 сейчас у нас MIUI 11 значит о телефоне здесь видите MIUI 11 если мы зайдем обновление системы то нам предлагается обновление MIUI 12 версии 12030 соответственно что новый интерфейс новые визуальные эффекты совместимы со всеми видами объектов со всеми языками новая разметка позволяет выделять все самое важное и структурирует информацию на экране центр управления смахнет вниз ну короче но нововведение в центре управления мы посмотрим потом темный режим оптимизации амминизации яркость цветов для обоев в темном режиме новая абсолютно новая анимация основанная на реальной физике взаимодействия объектов позволит освежить внешний вид вашего устройства новая технология динамической отрисовки интерфейса выводит анимации переключения между режимами ориентации на современный новый уровень оптимизация анимация выбранных сценах лучшее за неделю MIUI 12 полностью ваш система оптимизация проблемы с ним совместить но тут какие-то проблемы решены строка состояния шторка уведомлений новое добавлен новая анимация активации дисплеевая новая анимация градиента строки состоянии исправлена шторка уведомления неправильно отражалась ну короче рабочий стол новое меню приложение позволяет освободить место на рабочем столе и распределять приложение по категориям ну короче погода новая погода настройки новые комплексные механизмы защиты конфиденциальность новый простой режим позволяет выяснить на предний план только самое необходимое заметки новая безопасность новая ну что ж давайте загрузим все это и установим ну что друзья все у нас скачалось ну и давайте тогда перезагружаем и приступим ну что друзья как все выглядит давайте смотреть во первых заставка насколько она стала круче вы только посмотрите вообще супер черный цвет ну а основном в остальном то все конечно осталось прежним так сейчас веду так и вот смотрите нас теперь еще и встречает приветствие смотрите какой красивый ярлычок насколько все красиво полностью ваш далее так новые функции они загружаются новые анимации но вообще супер абсолютно новые яркие плавные анимации будут сопровождать каждое ваше действие новые функции защита конфиденциальность теперь мобильный ос прошедшие тестировано усиленную защиту конфиденциальности android безопасный доступ является одной из новейших функций защиты конфиденциальность теперь вы можете меняться фото не ставят угрозу собственную конфиденциальность значит давайте посмотрим ну плавающие окна потяните вниз за уведомление отправленное приложение для обмена сообщений чтобы превратить его в плавающее окно о боже мой вы также сможете свернуть плавающее окно чтобы она осталась на экране очень круто друзья но центр внимания центр управления прошу прощения так так у нас изменилась шторка уведомлений давайте посмотрим вот она будет либо прозрачной ну друзья пускай будет прозрачной друзья почему бы и нет смотрите мне больше нравится вот такая как справа я не знаю это значит включить шторку ведомление центра поля разделены придите вниз от левого края строки ставим чтобы открыть шторку ведомлений центр управления давайте его сделаем я думаю что он будет вот таким и черт его знает часто как определить так переключатели и другие экраны прибыли принесли новый центр ну давайте включим заметки далее трансляциями позволяет скрывать личные элементы во время трансляции вы можете свернуть трансляции окно чтобы чем будет другим но отлично рабочий стол меню приложений можете найти все установленные на вашем устройстве приложения ну что ж круто а также раз распределить их по категориям ну ка еще раз неплохо так далее новый внешний вид новый визуальный стиль пользовательского интерфейса делать процесс общения с устройством простым и удобным давайте обновим давайте о боже друзья я точно не знаю что ну ка шторка вот она такая мне нравится друзья вот такая шторка честно вам скажу яркость вот такая вот мне кажется что это ну как бы удобнее чем вот такая длинная bluetooth теперь вот такое все это мне нравится ну каисе так давайте посмотрим теперь на но здесь в общем то ничего не изменилось в общем то так ну что ж будем сейчас смотреть наблюдать за всем что как чему так настроечки до настроечки тоже особо не изменить но изменить ведь теперь хранилище вот так красиво показывает очень красивая версия милай все очень классно вот так что мы зафотографируем это вот версия но мне нравится в общем то ну как всегда друзья изменение это не особо так анимация да давайте зайдем в очистку ну тоже не особо заметная в общем то анимация да но чувствуется что что-то стало как бы лучше но пока как бы незаметно что конкретно так друзья что изменилось вот загрузка камеры видите теперь анимация камеры изменилась в общем то сам интерфейс камеры тоже немного поменялся шрифт поменялся здесь функции камеры видите еще вот теперь 64 мегапикселя еще то есть камера поменялась да вот друзья видео вот сейчас действительно при загрузке анимации реально поменялось вот смотрите еще раз обратить внимание вот эта анимация новая меня лично интересует сейчас бетчмарк antutu поэтому я его сейчас запущу и проверю вот 288 270 специально сейчас еще раз сохраняю ну и давайте 288 тысяч короче все запомнили да и нажимаем повторить мне кажется что возможно даже будет меньше да я вполне так предполагаю что может быть а может и итак друзья было двести восемьдесят восемь тысяч там 200 с лишним но стал на 2000 поменьше да ну собственно это погрешность друзья температурный график не выше 37 градусов как видите температура мне кажется что это хорошие показатели вот он график и в целом то очень такие результаты я ожидал плюс если сейчас поделать еще несколько раз тест но он будет варьироваться тоже там 2000 это вообще полностью погрешность так что производительность 8 в общем то тоже друзья проводник проводник но он был каким он был таким он и остался проводник единственное что анимация теперь открытия немного изменилась вот соответственно что еще не сторону до анимация стал немного другой значит настройки до шрифты в настройках поменялись потом анимация поменялась яндекс приложение яндекс видите кстати по сравнению да с рейми нот седьмым вот здесь вот алиса сбоку как бы находится вот так вот так друзья по поводу анимации немного такое ощущение как будто стало помедленнее вот это вот переключение да но зато ощущение того что как бы анимация немного плавнее да когда я перехожу с экрана на экран будто она чуть-чуть замедляется да вот раньше такое ощущение что было побыстрее сейчас как бы немного замедляется но опять же это мои ощущения значит звонилка так она вообще не поменялась камера поменялась сообщения тоже не поменялись браузер тоже не поменялся особо по крайней мере вот так чтобы прям заметить друзья косметически вот шторка мне нравится да очень такая удобная это автофокусировка так чпс включаем вот и в целом-то и неплохо причем смотрите такой эффект да просто вожу пальцем да и вот так появляется исчезает так заходим настройки нам здесь просто настройки обычные настройки тоже немного поменялись но друзья что вы хотели давайте сыграем как всегда в асфальт особо ничего такого прямо экстраординарно нового такого вау чтобы прямо шокировал и так далее тому подобного такого к сожалению ну или к счастью и к сожалению я не знаю такого нет ну и никогда даже по сути то интерфейс windows это особо не изменился смотрите сколько лет он уже держится начиная с windows не знаю какого тот же пуск примерно те же функции ну а для тех кто знает управление компьютером дано пока она вообще осталось прежним то вот ну короче я лично чуть разочарован потому что хотя с другой стороны и не разочарован в общем-то не устраивает возможно я ожидал чего-то больше еще раз почему я смотрю вот именно как пользователь да потому что я захожу туда куда я в основном захожу какие-то другие настройки я не захожу не смотрю потому что я ими просто не пользуюсь понимаете поэтому искать все изменения и смотреть где вот конкретно что там поменялось я такого не делаю вот это же сейчас сыграем ну так чтобы ощутить может быть в игре стало что-то мега круто там или наоборот так стоп музыка авторские права ну поехали ну вот он финиш ну в целом друзья вообще ничего не поменялось по сравнению с предыдущей версии android ну и естественно вот смотрите насколько все быстро ну кстати вот вы заценили да насколько быстро вышло из приложения вот по сравнению с редми ноут седьмым ну вот короче вообще супер насколько лучше быстрее значит работает смартфон и работают все вот эти вот приложения панель задач и так далее тому подобное ну короче но очень неплохо мне это нравится друзья что еще ну давайте запустим спринфилд и одновременно скажу тоже по сравнению с редми ноут седьмым значит он эта игра у меня короче самый большой город спринфилде и эта игра у меня люто тормозила на редми ноут седьмом а здесь все собственно идет нормально и никаких проблем вообще то нет вообще вот так что в общем то и неплохо вот зацените меня гигантский город и в общем то вообще не тормозит а вот на редми ноут седьмом ох как там тормозило как там страдал там бедняга бедолага это было вообще ужасно просто не очень большой город прямо вот очень в общем то самый большой возможно просто смотрите насколько большой насколько вообще то возможно или невозможно так что вот так вот так вот но опять же очень тяжелая игра когда город запущен но нажимаю на значит задачи да выхожу и соответственно никаких проблем не вижу опять же по сравнению с редми ноут седьмым это просто огонь друзья ну мне все нравится вообще то есть я бы сказал так данным обновлением миюай 11 ну или андроид ну миюай да миюай все таки это с 11 на 12 он максимально приблизился к версии ну как бы к эпиловской системы да ios да вот даже вот этой шторкой вот этим вот вот этой регулировкой яркости ну вот это ну короче многим до шрифтами даже смотрите вот этот заставка в начале анимации и так далее тому подобное вот все прямо все как бы пытается быть похожим на мой взгляд на apple ну это и неплохо мне нравится меня устраивает мне вообще очень нравится данный смартфон мне просто удивил его по акции на озон взял за 14 500 потом подошел на 3 500 сейчас он стоит 18 тысяч и я просто в шоке насколько он круче чем redmi note 7 друзья ну а прошивка да неплохая опять же захожу именно там куда я захожу на основном пользуюсь тем чем я пользуюсь да но кстати приложением яндекс и да значит вот я же нажал сюда увидели погода великом новгороде сейчас в великом новгороде плюс 10 так ну-ка еще раз какой сегодня день сегодня днем великом новгороде какой сегодня день она мне помогает ну ладно в целом приложение яндекса не скажу что вы прямо быстро летает но на данном устройстве работать уже быстрее на домашний экран ну давайте добавим рабочий стол давайте вот соответственно так что но все равно приложение работает лучше на redmi note 7 друзья вот собственно и все я просто еще раз повторяю это любительский обзор поэтому я пользуюсь так нам обещали новую погоду давайте посмотрим только время использования так местоположению настройки ну давайте доступ местоположению хорошо так великий новгород вот вот все ну вот не скажу тоже что что-то прям особо меняется но по моему вообще ничего не поменялось вот только стал возможно минимальным все минимализм до всюду царствует галерея не изменилась значит анимация изменилась проводник тоже не изменился может так нет погода тоже не изменилась так заметки так теперь у нас появились жесты ну это и было раньше так одну а нет вот вот такого не было перетащить одну другую притащить заметки вот этого не было ладно хорошо заметки тоже изменились вот мистор ну мистор он вообще конечно отдельный значит ну вот собственно друзья и все так что настройки шторка значит шрифты в настройках проводник анимация заставка камера изменилась вот целом это все изменения которые я заметил которыми я лично пользую друзья так что вот собственно и все надеюсь вам было интересно вот календарь может изменился но нет календарь ничего не изменился особо кроме как погода появилась ну как обычно здесь зажимаем и здесь google значит ассистент включается вот собственно друзья все надеюсь вам видео было интересно полезно значит все доброе всем пока до свидания